Угадайте, кто вынужден начинать день с уборки, потому что он просто хрюшка. Да, это я. Итак, быстро-быстро сейчас покажу вам свои покупки фикс-прайс, в котором мы были с мамой этим утром. Мы объехали столько супермаркетов. Мы были в Ленте, в Пятерочке, в Дикси, в Фикс Прайсе. Вчера я была в Перекрестке, и нигде нет кэнди-кейнов. Что с ними случилось? Наверное, я сегодня поеду еще в Магнолию, потому что, ну как я могу без кэнди-кейнов Новый год? Да и тем более я собиралась подарить их друзьям как маленькие такие дополнения к подаркам. Сейчас быстренько-быстренько продвижимся, потому что я купила. Во-первых, это вот эти очень милые салфетки. Я их покупаю уже не первый раз. Здесь очень милые макаруны с одной стороны, с другой стороны все такое голубо-розовое. В общем, классно смотрится на моем рабочем столе. Плюс я не могу жить без салфеток на своем рабочем столе, потому что я всегда пачкаю, сморкаюсь, вытираюсь, еще что-то проливается всегда и так далее. И тому подобное, поэтому для меня салфетки это то, без чего я не могу жить. Также мы купили новогодние салфетки, такие красные с желтеньким. Мама хотела взять синие, но я подумала, что эти будут более такие новогодние. И я купила два сета наклеек. Одни наклейки с питомцами и другие наклейки с животными. Я поняла, что я не взяла тот сет, который я хотела. Я хотела еще со сладостями, блин, с едой. Он был вообще, мне кажется, супер-пупер-классный. Здесь по 8 листов, таких достаточно больших наклеев. Собственно, они мне нужны для уроков, по большей части. И я их буду раздавать своим ученикам. У меня осталось меньше, чем час до выхода из дома на работу, а я еще не выложила вчерашнее видео. Потому что... О, я знаю, я сейчас буду монтировать и расскажу вам, что случилось вчера. Так, ну, собственно, рассказываю, что же случилось вчера. Вчера я очень хотела смонтировать видео, собственно, вам на сегодня. И хотела с этим покончить вчера. Но мой компьютер, как я уже говорила в двух последних видео, постоянно выдавал то, что у меня очень мало места. И я удаляла и удаляла то, что было в папке фильмы. Ну, потому что, как мне кажется, видео обычно занимает большую часть места. И я удаляла фильмы до того момента. При том, что у меня нет таких реальных фильмов. У меня есть маленькие мультики там, которые я на занятиях использую. Или мои видео, но я их в основном все удаляю сразу после того, как я выгружаю на YouTube. Вот, и как вы можете понять, сколько я не удаляла, все равно мой компьютер писал, что места просто нет. Я решила проверить, что с моим жестким диском, чем там так много места занято. Я посмотрела, и мне Mac показал, что больше 400 гигабайт занято чем-то, что лежит в папке другое. А ты не можешь просто так взять на Mac и посмотреть, какие же программы находятся в разделе другое. То есть там есть музыка, фильмы и так далее, это ты можешь посмотреть. А что находится в папке другое, ты не можешь посмотреть. И, собственно, для этого есть чудесная программа, которая называется Daisy Disc, которая стоит 750 рублей, которую мне пришлось вчера купить. Конечно, к счастью, я устранила свою проблему. Я нашла файл, в который, видимо, Final Cut сбрасывал все, что он использует в процессе монтажа видео. И там оказалась огромная папка, в которой было 360 гигабайт. И я ее удалила полностью, все. И я об этом не пожалела, потому что теперь я могу нормально делать видео. Другое дело, что, конечно, я потратила 700 рублей, которые я могла бы потратить на подарки своим друзьям. Потому что уже очень близко Новый год, у меня не до конца все подарки куплены. Сейчас я буду монтировать. У меня осталось 40 минут до выхода. И, конечно же, вряд ли я успею загрузить полностью видео на канал. Но вдруг, вдруг произойдет чудо. А я все, я убегаю на работу. Сейчас положу свою папку в сумку и выхожу. Иначе я просто-напросто опоздаю или не успею зайти в Магнолию. Аллилуйя, я наконец-таки дома. И я жутко устала, потому что я была и в книжном, и в Азбеке Вкуса. О, боже мой, где я только не была сегодня, еще в двух супермаркетах перед этим. Это не считая того, где я с утра еще была. В общем, я жутко устала и от работы, и от поиска подарков. Конечно, с одной стороны, это приятные хлопоты. Но когда ты приходишь домой, и ты чувствуешь себя жутко уставшим, тебе так не кажется. В общем, буду сейчас кушать, потому что я безумно голодная. Но, к счастью, мама приготовила очень много вкусностей на сегодня. Дальнейший просмотр данного видео запрещен друзьям и родственникам по просьбе правообладателя. Во избежание спойлеров и испорченного новогоднего настроения, настоятельно рекомендую закрыть данное видео и посмотреть любое другое видео на канале My Cherry Castle. Спасибо за понимание. Я, наконец-таки, немножко отдохнула и готова записать для вас кое-что полезное. Я думаю, я так и назову это видео идеи для подарков или что я подарю своим друзьям. И сейчас я, наконец-таки, покажу вам то, что я купила своим друзьям, чтобы подарить на Новый год в этом году. Просто, если честно, я обожаю смотреть такие видео, поэтому я просто не могу упустить шансы и не записать такое же про своих подарки. На канале уже есть видео про подарки к Новому году, то есть именно про идеи подарков. И я вам обязательно оставлю это видео внизу. Но сегодня я вам покажу именно конкретные подарки, конкретно в этом году. Какие-то подарки, которые, возможно, в последнюю минуту возможно купить. Ну, наверное, не все, возможно, купить, конечно, в последнюю минуту. Но, во всяком случае, я 100% уверена, что есть это те, кто еще не купил подарки. Потому что у меня у самой еще они не до конца куплены, если честно. Особенно всякие приятные мелочи. Поэтому я определенно считаю, что не могло быть в логово предновогодней недели без идей для подарков на Новый год. Я вообще обожаю книжные подарки. Я люблю их как получать, так и дарить. Хотя мне, на самом деле, не так часто дарят книжные подарки. Но вот я обожаю выбирать и дарить. Хотя в этом году я попробовала воздержаться, но у меня ничего не получилось. И, в принципе, я на это наплевала. И покажу вам огромное количество просто идей для книжных подарков. Притом, все они безумно разные. К примеру, первое, что у меня здесь лежит, это визуальный словарь. Визуальный словарь это очень прикольный подарок. Объясню, почему. Ну, во-первых, это будет интересно всем тем, кто изучает какой-либо язык. Во-вторых, он все-таки полезный. Потому что, если подобрать его по уровню, то здесь будут слова, которые действительно вам будут пригождаться. В-третьих, это очень красивая вещь. Очень качественно сделана. На прекрасной бумаге, с прекрасным запахом. То есть, это буквально настольная книга. И к тому же, такую вещь зачастую люди, которые изучают язык, не покупают себе, потому что жалеют на нее деньги. Я из-за собой замечала, что периодически мы просто стоим в книжных и залипаем на те книги, которые мы никогда бы себе не купили. Потому что они действительно довольно дорогие. А такие книги, они все-таки несколько уникальные. И даже если в доме у человека будет хотя бы одна такая книга, он сможет ее поставить куда-нибудь на стол или к себе на полку. И просто подходить периодически, листать. Не обязательно, чтобы он прочел ее полностью. Будет классно, если он просто будет до нее дотрагиваться, вспоминать вас. Следующая вещь это ежедневник. Я на самом деле не видела таких ежедневников до сегодняшнего дня, когда я его купила. Это вещь для одного очень-очень хорошего человека, который хотел завести себе, собственно, ежедневник. И я подумала, почему бы не подарить на Новый год такой прекрасный праздник. Причем начинается год и начинается новая жизнь. Отличный просто, по-моему, предлог, чтобы завести себе ежедневник. Чем мне понравился конкретно этот ежедневник? Здесь есть все. То есть здесь есть от плана на месяц, дневного плана, даже каких-то расходов на месяц, на неделю, до списков того, чего ты хочешь посмотреть или увидеть, или приготовить. Тут есть даже меню. Короче говоря, здесь есть просто все. И он так классно оформлен, золотая надпись и черно-белый такой фон очень-очень меня привлек. И я думаю, что этому человеку должно понравиться. Я бы сама была не проще получить ежедневник, тем более, что я его уже не могу давным-давно найти. Но будем надеяться, что все-таки мне удастся его найти. Я очень долго говорю, хотя показала вам так мало. Следующая книга это раскраска. И она может быть любая на самом деле. Ее можно дарить как взрослым, так и детям. Мне как-то дарили раскраски, и я была очень-очень счастлива их получать. Потому что я обожаю так расслабляться. А если вы, к примеру, подарите раскраску и набор каких-нибудь очень классных карандашей, то это будет очень классный подарок, на мой взгляд. И, с одной стороны, вроде бы вы не потратили очень много сил, и подарок был несложен для того, чтобы его придумать. А с другой стороны, в нем уже есть какая-то душа. И это уже, скорее всего, очень-очень мило. Ох, вот эта вот книга, это, наверное, мечта моего детства. Хотя, в моем детстве не было, конечно, из такой книги. Но я ее кучу раз видела в книжных и заказала, наконец-таки, в подарок одному очень близкому для меня человеку. Это шикарный иллюстрированный атлас, который просто закрывает собой сейчас все. Здесь самые разные страны. И про каждую страну здесь можно найти очень много интересных фактов, интересных людей, которые что-либо сделали для этой страны. Каких-то географических объектов, каких-то супер-классных блюд и так далее. И бумага безумно приятная. И эта книга, на мой взгляд, действительно подарочная книга. И получить такую под елкой, это, мне кажется, просто мечта. При том, что, на мой взгляд, это подарок как для детей, так и для взрослых. Как для девочек, так и для мальчиков. Поэтому, так скажем, это такой очень универсальный подарок. Также еще один пункт. Еще одна книга, которую я лично не покупала, но я заказывала ее своей сестре. Это биография какого-нибудь классного человека. Ну, понятное дело, что эта личность должна быть интересна вашему другу, вашей подруге. И, мне кажется, биография, это прям супер-пупер, тоже классный подарок. Особенно для тех людей, кто не очень любит художественную литературу и больше склоняется к каким-то мемуарам или каким-то нон-фикшн книгам. Поэтому тоже возьмите себе на заметку. Также я советую вам дарить нон-фикшн. Но нон-фикшн должен быть либо каким-то необычным, либо проверенным, то есть прочитанным вами. Потому что сейчас, на мой взгляд, существует такая проблема, что слишком много нон-фикшна, слишком много ненужного нон-фикшна, в котором повторяется одно и то же из раза в раз. Поэтому, конечно, сейчас вы можете просто ткнуть на любую книгу, и, скорее всего, она будет ничего. Но если вы хотите, чтобы книга действительно произвела на человека впечатление, вы должны точно знать, что либо он ее хотел, либо его интересует психология или астрономия, или еще что бы там ни было. Я прям даже не знаю. Я хочу вам показать те пару книг, которые я купила для своих друзей. Но если эти люди все-таки решили досмотреть до этого места, то они сразу поймут, для кого эти книги. Пожалуй, я не буду вам показывать. В принципе, это все, что я хотела вам сказать про нон-фикшн, и книги я показывать вам не буду. Также, как не буду показывать вам еще две книги из художественной литературы, я просто знаю, что человек, которому я это дарю, очень любит этого автора. И плюс я точно уверена, что он не читал эти две книги, поэтому я буду дарить их вместе. Еще очень и очень классный подарок – это кружка. Я в этом году купила две очень и очень милые кружки. Одна из них с такой очень какой-то вдохновляющей надписью, на другой написано просто Merry Christmas. И они такие очень минималистичные, с одной стороны, а с другой стороны все-таки весьма и весьма милые. Поэтому кружки – это просто подарок на века. Особенно если вы дополните их, к примеру, пакетиками чая внутри, или горячим шоколадом. Это будет просто супер идея, на мой взгляд. И, опять же, подарок от таких милых мелочей становится прям каким-то душевным. Также, к примеру, подарок, который мне раньше не приходил в голову, но меня попросили его подарить, и поэтому я подумала, это реально клевый подарок. Мне кажется, многие хотели бы его получить. Это фонарики для того, чтобы вешать куда-либо на стенку, на шкаф, на кровать, как висят у меня, к примеру. Но этот подарок подойдет только в том случае, если вы уверены, что человек хотел бы получить. Ну, или, возможно, у вас есть предположение. И главное, что у него уже нет фонариков. Но, во всяком случае, мне кажется, весьма необычный подарок, поэтому тоже возьмите себе на заметку. Еще один пункт, это очень обычные носки какие-нибудь. У меня здесь носки с суши. Также я еще куплю несколько пар носков для еще нескольких моих друзей, потому что это реально классный подарок. Также дарите вещи, если вы знаете, что человеку они нужны, либо вы уверены на 100%, что им понравятся. К примеру, я купила вот такую очень милую футболочку, очень классного цвета для одной из своих подруг, с очень милым брендом. Мне кажется, что она бы ей обязательно приглянулась в магазине, если бы она туда зашла. Плюс еще из моих идей, это, конечно же, техника. Я просто, опять же, не все еще докупила, поэтому не все могу вам показать. Дарите наушники, портативные зарядные устройства, какие-то классные зарядки. Возможно, какая-то техника, что-то типа клавиатуры или мыши, если это что-то реально прикольное. Знаете, я ровно тот человек, который обожает париться по поводу упаковки подарков, и сейчас я как раз-таки займусь упаковкой одного из подарков, потому что у меня такое чувство, что кто-нибудь сможет его найти. А когда он будет запакованный, собственно, никто даже не смотрит узнать, что это такое. Да и плюс мне уже не терпится просто запаковать максимальное количество вещей, которые я только могу упаковать, но я все-таки креплюсь и жду нашей встречи с Ксюшей. Мы будем с ней запаковывать все наши подарки в четверг. Собственно, это будет классно. Надеюсь, что примерно так же, как в прошлом году, когда мы смеялись и занимались нашей упаковкой. А сейчас я начну упаковывать один из самых больших подарков. И я думаю, я упакую ее в два слоя. Первый слой будет просто крафт, а второй слой будет синяя бумага, потому что синяя бумага очень тонкая, и если я сразу в нее запакую, все будет очень-очень плачевно выглядеть, мне так кажется, поэтому я все-таки перестрахуюсь и сначала запакую в крафт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok